Сколько именем? А вот здесь есть. Бобы какао. Не просто какао бобы, а куба. Куба. Видно, да? Сфокусировались. Есть специфика в том, что какао бобы из кубы произрастает? Очень мало там произрастает. Есть минут я поставил. Мало? Мало? Можешь ставить? Мы сейчас что делаем? Ты первый обжар куда как бы делаем, Серёж? Упробная, да. То есть просто такой вот. Хотим поймать где-то. Понять, что у нас. От чего отталкиваться? В какую сторону, да, калиброваться? Ну сколько она закрыта, как бы нет. Сейчас обратно этот счет будет в любом случае. Так, то есть первый поставили на 15 минут, да? Но мы возьмем еще пирометр и будем еще умеять пирометром, что у нас происходит. Вообще ароматические какао бобы, они, наверное, требуют особой обжарки. Мягко. То есть для того, чтобы оставить всю кислотность, для того, чтобы... Вот если промышленность стоит, и термины промышленность, то бобы имеют три режима, да, там в основном, все условно, но мягкая обжарка, 104-108 градусов. Это термин промышленности. Дальше до 145, вот три диапазона можно назвать. Но мы будем... Это не означает, что мы сейчас будем вот температуру поверхности пилить, потому что как бы... Боб, он должен прогреться. А как температура больше и динамическая идет, боб, он должен прогреться снаружи, где начинка в середине. И мы будем пытаться мерить сикерометром, и там, наверное, будет когда 140 градусов. Будем понимать, что внутри там 108-105 градусов. Мы это будем ощущать. Цель наша это сделать так, чтобы бобы влагу свою потеряли. Это первая функция, которую нам нужно сделать. И вкусовые реакции произошли. Но бобы вот ароматические, они требуют именно мягкой обжарки. Грех жарить их вообще как бы сильно очень. Это неправильно. Сразу запах пошел. Ты чувствуешь, Настя? Иди сюда. Пахнет. Пахнет, ну такое. Да, 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 да. А, кстати, по обжарке какао-бобов, там ведь есть несколько разных методик, способов, которые... Их очень много, во-первых, есть. Я видел, например, барабан, он имеет наклон. Длину он метров, наверное, 60. Видите, огромную. Диаметром, наверное, метров пять. Груба метров пять-восемь. Шестьдесят метров пятьдесят минут длиной. Это через всю фабрику идет. Сюда засыпают сверху бобы. Снизу не грубой. И они потихонечку выходят. Там стоит все автоматически. Дорогая фабрика бывала. Шнек, это Шакенак. Пригласил нас в Германию. Пощелкивать. Это кофейники называют, это первый крэк пошел. Лопаются. А запах, кстати, знаете, мне что напоминает? Да, печеный хлеб, дрожжевой. Печеный дрожжевой хлеб напоминает. Это так пахнут вот эти фабры. А если взять вот какие-то африкантов, то они кислеты меня очень сильно. Они ароматизированы. Нет, они все... Не ароматизированы, а ароматичные. Потому что ароматизированы как бы их тогда кто-то обработал. Нет, это просто их называют... Я их раньше называл, например, сортовыми бобами. Но принято сейчас классификацией международной. Их не ароматичные. Сейчас тоже ароматизированы. Ароматичные называют. То есть бобы, которые имеют против других сортов Более развитые вкусы и еще что-то. Вот было бы интересно сейчас с Африку, например, сравнить с кубой. Вот кушаешь здесь, приятно. У нас есть Африк, кстати говоря, Ауганда. Вот стоит попробовать. Попробуем все. Очень важно. Мы вот не взвесили. Надо было взвесить, наверное, на партии, чтобы потом взвесить и записать. Но это мы еще раз сделаем. Мы же сейчас просто первый обжар сделаем такой примерочный, да? С него поймем примерно, что нам нужно по времени. А дальше, наверное, развешиваем. Мы же мало положили. Когда мы больше положим, у нас времени нужно больше будет. Чтобы как бы больше влаги. Это трудно влагу отсюда вытащить. Виктор, а для того, чтобы оценивать обжарку, я так понимаю, важно учесть потерю влаги. Да. Это фактически основной критерий, который нужно контролировать. Наша цель – получить 2% влаги. То есть ни больше, ни меньше. То есть в диапазоне... Ни меньше было бы даже интересно. Но это уже, наверное, для ароматических слишком большая, сильная жарка была. То есть вкус тогда уже... Вся кислотность уйдет, ароматы уйдут, останется горечь только, да? После того, как мы бобы пожарим, и влажность даже будет 2-2,5%, дальше мы их все равно будем перерабатывать, да, измельчать. И тогда еще происходят потери как бы влаги. 170. Что ты померил? На бок мы поговорим. Да? А может их в кучку попробовать? Давайте попробуем. Да, опара уже... Сколько прошло? Четыре минуты? Мало. Давайте один бок доставить. Да, четыре минуты. Ну, надо тему-то закончить. То есть процесс обжарки сводится к тому, что мы хотим подсушить и убрать лишнюю влагу. Да, он горячий. Вот он плохо ломается еще вот. Нет, уже хрустит. Но вот внутри, я не могу эту камеру передать, он плохо ломается, может попробовать. То есть он должен и суши внутри быть. То есть вверх уже... Просыпаться условно какая-то должен быть. Вот 92 градуса показывает температуру. Ну, влажный он такой. Да, ощутимо влажный. А уже в вэла, она уже хрустит даже. Вот выслал. А внутри, я сейчас вот показываю, да? Она вот еще такая пластичная. Угу. Она должна тоже быть. То есть влага как бы есть, внутрь еще не прогрелся, а внутри. Вот эта цель наша высушить не только вверх. На самом деле мы не сушим, а жарим. Но и внутри. И очень бережно. А романтические бобы лучше бережно делать. Это африканские, жарят очень сильно иногда. Здесь по большому счету есть температура высокая, надо контролировать. Нижний, сейчас посмотрим. Потому что вверх надо чем? А нижний 134. Надо доставать вверх. Виктор, а почему 2%-то я так не уловил идею? Должно быть остаточной влаги. То есть 2-3, почему? Ну, качок, качок, качок. Не трудно тебе ответить. Потому что с одной стороны в шоколаде должно в итоге влаги очень мало быть. Влага в шоколаде даже по стандартам 1,5% как максимум. А на самом деле чем меньше влаги в шоколаде, тем лучше. Если тертые используемые для того, чтобы делать шоколад, значит нам нужно влагу маленькую. То есть в общем смысл такой, что если меньше двух, то это уже очень сухой шоколад, в смысле вкуса не остается в нем ароматики. Само тертое потом, когда мы будем делать его, дальше процесс еще изготовления идет, надо доставать, охлаждать. Вентилятор. На доску сейчас, наверное, гранит. Гранит холодный. Охлаждать там быстро очень. Потому что они продолжают жарить. То есть мы сейчас первую партию, напомню, да, мы пожарили при температуре 200 градусов примерно в течение 9 минут. 200 градусов 9 минут. Ну это так, для калибровки. А духовка у нас должна быть какая-то... Дим, покажи вот это вот. Вот в середине боба вот эта вот находится. Это вэла, оболочка ее. Вот она уже сухая, щелкает, хрустит. И теперь мы, давайте вот здесь еще посмотрим, кое-что мы здесь найдем. Секретный ингредиент. Вот здесь такой гвоздик есть. Сейчас мы его поищем. Он с тупого конца, да, находится? Да, вот он. Вот он, да. Вот. Сними, вот попробуй вот эту штуку снять. Сейчас, давайте сейчас приторможу, тогда сейчас перефокусируюсь. Значит, попробуем. Ну тогда вот, показывай. Вот это вот мы отодвигаем. Вот он. Вот. Вот эта вот штучка. Вот эта штучка называется зародышем. Покажите. Вот она. Это то место, когда боб, чем он подкрепляется к питательной системе. Вот эта штука, она очень-очень твердая. Цель желательно, чтобы не было ни вэлы. Вот эта, которая тоже очень твердая становится. Ее измельчить, она тонкая, измельчить ее очень трудно. И вот это, особенно вот этот вот зародыш, он вообще враг. Номер один. Его пытаться надо убирать. Его и очень трудно. Велоту можно, она легче, она как бы, ее можно как бы легко, относительно легко сепарировать. А вот зародыш, это самая основная проблема. Для этого фильтр надо применять. Когда уже потом шоколад будем делать. То есть я правильно понимаю, что из каждого вога нужно эту штучку вытащить? Ну это вообще невозможно. После жарки надо, как и семечками, и другими продуктами, которые мы жарим, всегда очень быстро охладить его. Потому что дальше продолжается процесс жарки. Вот я опять ломаю. Ну после жарки, я так понимаю, Велла вообще отскакивает легко. Ну должна, в теории да. Это основная проблема. То есть один же из принципов очистки, это тогда, когда, я так понимаю, какао-бобы ударяют об стенку, и Велла слетает, остается ядро. Да, и ядро. В данном случае я руками это делаю. И вот это вот наша как бы... В полном смысле шоколад ручной работа. Вот он наш зародыш. Мы его опять не моем. Нет, это я извращаюсь. Просто я хочу указать, что это... Вот это все надо удалить, в принципе. То есть если сделать шоколад... Ну в шоколаде, если мы будем его замельчать, любыми способами. Шариковая мельница, меланжер, пятивалка. Пятивалку вообще вот это не пускать, потому что она поцарапает пятивалку. Понятно. И это тоже очень жесткое, и замельчению почти не поддается. Самый дорогой шоколад ручной работы не имеет Веллы и зародышей. Это было бы идеально. Очищен руками, длительно и скрупулезно. В МЭС шоколад, скорее всего, там были остатки. Да, я почувствовал там. Вот такие мелкие остатки в шоколаде прямо. И, скорее всего, зародыш, который был поломан. Он очень твердый. Я-то предположил, что... Его можно на вкус вот так вот зуб взять, и он будет такой... Я предположил, что они просто недоизмельчили шоколад, видимо, действительно... Практически невозможно. Прой суток нужно его болтать. Да, у них времени столько нет. У меня получилось вот это все измельчить. Остатки. Угу. Чтобы было видно. Знаешь, на барабанах жарки. Ох, вот от Мадагаскара-то какой запах, а пошел. Мадагаскар-то вообще такой ароматный. Да хотел сказать вонючий. Хороший вонючий. Хороший вонючий. Я хотел сказать именно так, да. Хорошо пахнет. То есть вот, мадагаскарские бобы. Вот смотрите, какая разница, да? Колоссальная. И смотрите, что внутри. Вот какой, рыжий. Ну это у нас масло так... Повело себя. Да. Причем бобы есть темные. Гвоздик. Гвоздик. Вот гвоздик. Нет, у нас тут... Настя потеряла гвоздик. Настя. Все ты его уже наверное... Буратины, буратины тебе не простят. Вот он гвоздик. Вот он, вот он. Вот он, заставай. Вот еще один. О, Настя нашла гвоздик. Слушайте, можно дом построить. Гвоздик. Вот здесь мы как... Эти бобы мы жарили. А что, где у нас еще гвоздики? Вот у нас раз, два, три. Будем отделять их? Да. С любовью. С любовью надо. Увидеть, больше нет гвоздей? Нет, ну сейчас подождите. Мы сейчас всех научим, чтобы вот так руками будет чистить. Нет. Ну а как сделать, Виктор, самый дорогой шоколад? Это вручную отделять гвоздики в Элу. И тогда он действительно будет обоснованным. Дорогим и ручным шоколадом. Да. То есть надо вот так вот раскрыть, дальше отсюда вытащить этот зародыш. Гвоздик, как его назвали тут. Да. Всего лишь надо найти белок. А дальше очень легко измельчить. Причем достаточно длительно. Шоколад любят, когда его долго измельчают. Ну вот, братья Мест и другие в шоколаде делают патруль. То, что мы сейчас жуем, это уже фактически шоколад без сахара. Да. Причем, знаете, в отличие от какао тертого, который невозможно есть. Эти штуки вкусные? Да. Вот я предлагаю попробовать. Это вот Куба, а это вот Мадагаскар. Мадагаскар. Попробуем на разные стороны, в стороны рта. Потрясающе разные ощущения. Просто разные, просто совершенно разные. Слушай, дайте я попробую. Разный вкус. Куба, такая резкая, такая наглая, чуть кислая. Мадагаскар, ароматный. Такой, даже фруктовый, слегка вкус. Все, конечно, надо дает с жареными орехами, такими семечками. Но потом вкус еще развивается, когда он не измельчает. Оттуда часть начинает еще уходить кислот. И часть аромата клеим, но, тем не менее, регулируем. А это процесс конширования регулирует? Измельчение и конширование. И конширование, когда на меланжере это происходит. Совершенно правильно. А я сейчас съем какое. Вот это Куба. Отсюда? Нет, вот это Куба. Это Куба. Это большая, большая. Это Куба. Да, Куба, он такой, он напористый. Он вообще такой конкретно. Как кубинские танцы. Да, да. Ну, если вот все пытаться сейчас бобылы положить, и в них вот всех, в общем-то, различимы и вполне видны разницы во вкусе. И это дает повод для того, чтобы каждый, вот получается разнообразие, можно делать шоколад конструированный. Да, Купаж делал. Как, например, там некоторые коньяки делают же не из бочек развивают, а делают Купажи. Да. Чтобы из года в год вкус один и тот же был. Потому что природный компонент, он меняет вкус, хочешь не хочешь. Вот еще один гвоздик нашел. Из-за этого делают Купажи. То есть цель Купажа в том, чтобы вкус оставался есть года в год один и тот же. Слушайте, а вот то, что мы брали изначально, то, что у нас в банках подается, вот таких, да? Ну, смотрите. Вот это сырые бобы, да? Вот к вопросу о том, друзья мои, что такое сырые бобы и что такое обжаренные. Смотрим. Вот это бобы сырые. Вот это бобы обжаренные. Вот. Обжаренные бобы немножко отличаются по цвету. Не знаю. В камере передачи. Вот здесь хорошо видно. Вот оно. Адагаскар. Мы когда они вот такие же были. Вот такие были они. Не, по-моему, они все-таки отличались даже по цвету. Нет, нет. Помнишь, они очистились как бы. Барабаны жаркие. Здесь-то у нас нет барабаны жарки. Вопрос. Вот. Вы купили где-то бобы. Шли по выставке. В фуд-шоу. Увидели, продают бобы. Вы их купили. Как вы можете отличить бобы? Сырые. И вообще сырые бобы, вот эти. Вот у меня давно-давно было подзывание. Сырые бобы, это что-то такое. Знаете, как вот не жаренные семечки. Да, такие. Они вот такие, очень сырые. То есть они фактически даже влажные. А они очень сырые. Да, вот такие влажные. На самом деле, вот сырые бобы. Как показала практика. Они достаточно сухие. Они темные. Ну, как отличить от жареных? По спецификации. А как чистится? Вот погоди, Настя спрашивает, как отличить от жареных? Ну. Как отличить? Нет, она спрашивает. Это вопрос. У меня есть. Надо взять и попробовать их почистить, пошелушить. Смотри, я вот беру сырый боб и начинаю его шелушить. И у меня это относительно трудно получается. Да, ну все равно получается. Я беру, как бы, да. Некоторые. Не всякие, согласен. Беру жареный боб. Он у меня очень легко, с хрустом большим. И разваливается. То есть бобы в результате, вот я для себя, какой вывод сделал. Они все предварительно все равно 60-80 градусов. Они хорошо просушены. То есть после ферментации, во время ферментации боб же вообще, по идее, еще большей влажностью обладает? Да, конечно. То есть он вообще? Теряет, сейчас могу спутать, но где-то 45-55 процентов влаги теряет. Это же вот его плот берут, разламывают, там это мякоть сладковатая. Там бобы. Они мягкие. У них вот оболочка, например, это она мягкая. Когда ее кушаешь, она прям приятно мягкая. Мне очень нравится кушать. Дальше их берут, вот эту вот мякоть бобами. И закладывают, и это гниет, ну ферментируется красиво в течение 5-7 дней. Сладкая при ферментации выделяет спирты, происходят некие процессы, и получается вот уже вкус вот отферментированный. Они вот такие выглядят невзрачно. Если вдруг бобы предлагают, они красивые, ровненький цвет, это неферментированные бобы. И когда их поломаете, там будет фиолетовый оттенок. Здесь вот видите, темный оттенок. Вот это правильно. А так будет такой фиолетовый цвет. То есть, по идее, это плохой будет вкус. В чистом виде, с сырым, вот сырцом, можно назвать только неферментированный боб. Который фактически на рынке-то и не присутствует, не купить-то идея. Ну, я даже не понимаю, зачем это. Вот люди учаются. Обычно спецификация, например, как бы на какао-бобы, да, пишет процент неферментированных бобов не более, там, скажем, 3-х процентов. 3-х процентов. И как бы это плохой фактор. Если неферментированные бобы взять, вот я знаю их просто. Они на вкус практные. У них никогда не будет цвет. Если какао-порошок, из него шоколад, он фиолетового цвета. Красного даже цвета. Если их еще локализовать, то будет красного цвета просто. Не, это как бы... Вот это отлично, вот бобы. В своей массе я ни одного не ферментирован, я здесь не вижу. Но мы можем призвать наших, скажем так, соплюменников-шоколадников, что надо обязательно жарить бобы? Что вот не жареные бобы, там могут содержаться бактерии и остальные вот эти, да? Не-не-не, давайте разберемся. Давайте представим, как в Африке это происходит. Ферментация. Это точно никакой гигиены нет. То есть Куба там, кубинцы ходят ногами. Это Африка, там мухи-мухи-цц. Ну, кто там еще. И это все очень грязный процесс. Дальше это все вываливается просто-напросто на пол. И подвергается просто природной сушке. Ну, кто-то аккуратно и делает, там, не знаю, настилы у них какие-то с крышами, которые выкатывают они. Виктор, а можете куда-то привел? Да, конечно. А вот эта натуральная сушка, она все-таки самая лучшая? Конечно. Ну, она, во-первых, экономически. Африканцы не могут этого сделать. По-другому. Один африканец получает день, агон доллар, который работает. То есть экономически там они просто другую не могут себе позволить. Ну, для самого сырья это лучшая сушка. Конечно. Ну, такая натуральная. Она просто длительная эта сушка, я так понимаю, и за счет этого спокойно и хорошо. Время на Мадагаскаре течет совершенно иначе. Иногда бобы, у нас, например, у меня был случай, когда пришли из Ява бобы, и они были, когда их начали пробовать, они плесневелые были. То есть, представляю я, что было, как бы они высохли их и стали дожди налить. И это вместо того, чтобы высохнуть, она плесенью покрылась. Потом они как-то это обработали, и в итоге вот это вот не уйдет никак. Нет, да это сушится на воздухе. Ну, то есть, каждая плесенью покрывается, а все равно как-то обрабатывается и идет дело. Они, вот эти бобы Ява, они были обработаны, они были красивые. Их как-то их потерли вместе, вот, видимо, барабан засыпали. Они красивые были. Нужно только, когда ты пробуешь. Вот. Бобы из разных мест. Бобао как и? Это высешенный. Это муляж, вот это муляж. Вот, но в реальности вот центрально-американские, да, какие-то вот такие бобы, они крупные. Это не боб, это плод. Это плод какао, да? Это плод называется. Плод какао, причем он по форме похож на креола. Вот здесь, внутри, она там, вот они, бобы там внутри. Ну, это мелкие очень, на самом деле там. Вот это, вот это Настя привезла откуда? Это же муляж. Это твой. Нет, это твой, потому что ты привезла. Помнишь, под плесневелой? Шри-ланка. Вот видите, боб из Шри-ланки, маленький. Он был больше, когда он был дуральником. Ну, не на много, он был, ну, вот настолько, пожалуй, чуть-чуть побольше, сантиметр, наверное, да? Ну, не виделись. Да, привет, боб. Это вот боб из Африки. Вопрос даже не в размере, вопрос в форме. Один вот похож на такой, на мячик для игры в американский футбол, а второй похож на лимон. Ну, на лимон, наверное. Больше похож на лимон. Разные сорта, три разных сорта. Вот это Креола, это Тринитарио пусть будет, а это Форстера. А вот это муляж. Да, это муляж. А он бы так не вылежал. Это высохло. Это не так вылежало. Ну да. Там они такие здоровые торпеды, но реально, как мячики для игры в регби, в американский футбол. А вот то, что они будут разные, бортовые бывают, желтые, это каждый какой-то сорт или это просто как вызревает каждый? Нет, это случайно. Это случайно солнце уже. Я думаю, в том же дереве одного сорта как бы. Может быть и желтенькие такие, и красные, и темно-красные. Ну я видела просто фотографии, и я думаю, то ли это в фотошопе уже решили красиво сделать. Красота такая есть. У меня есть много натуральных. Ну яблоки, кстати, тоже, да, не растут. Они как бы бывают там с одной стороны зелененькие, с другой красненькие. И на этом же как бы дереве там есть яблочко, у которого много зелененького, а мало красненького. Ну я говорю, что это уже солнце. То есть это, ну да. Это солнце листья, как заклеили. Какао любит вообще в тени расти, да, она не любит на солнце вообще в принципе. Ну как бы, честно говоря, не знаю почему. Я думаю, цвет разный, но думаю, в том же дереве разный цвет может быть. Ну вот в книжке Эрме, предисловие, там какой-то научный редактор вот стоял. Они писали, что на самом деле цвета будут совершенно разные. Там от фиолетового до красного. Ну чего, дальше будем жарить? То есть сейчас как бы уже по-умному, более-менее пристрелялись. То есть сейчас пожарим. По-умному, да. Надо... Подожди, я сейчас просто перебивку тогда сейчас сделаю, как бы вот. Давайте еще раз про недоразвитых. Что там у нас следует? Вот когда фильмы про ремесленников показывают, обычно показывают, что они там что-то выбирают. Да. Выбирать надо вот такие вот, например. Да, вот такой жухленький. Убирать его. Это вот брод. Такие как будто бы высохшие, жухлые, да? Да, жухлые. Вот их надо убирать, потому что это вот недоразвитый бок. Они, наверное, очень твердые и как раз плохо молятся, да? И вкус ужасный. Они пустые внутри. А, даже пустые. То есть, и там что-то внутри какая-то гадость. Вот Сергей какой-то нашел, он там был вообще там черный. Да, черный, тюрклявый такой. Вот еще один такой, да, как бы вот. Ну, то есть, к вопросу... К вопросу о том... Сортировки начальной. О том, что такое настоящий, дорогой, качественный шоколад ручной работы. Это шоколад, который фактически... Только ручками, наверное, можно идеально, да? Нет, машины это делают. Они убирают вот эти жухлые. А машины на сколько качественно это делают? То есть, на 100% отбирают? Если процесс, который как бы от бобов идет на одну тонну в час, стоит вообще как бы промышленности от 7-8 до 12 миллионов евро. Машины мощные, дорогие. Но они как бы за 100% вероятностью все это... 100% ничего не происходит. Во-во-во, фиолетовый. Вот. Видишь, не ферментированный боб. Он фиолетовый, реально. Смотрите. И на вкус, наверное, уже. На вкус ужасный. Мы нашли один такой. Вот я сразу скажу, что вот это вот по сравнению с этим. Сейчас я чищу. Вот попробую. Вот здесь плохо ферментированы бобы. Почему это как определяется? Ну, вот, во-первых, они чистенькие, да. Ага. То есть, как бы он не полежал, он не погнил. Я понял. Как-то они... Я думаю, что они чуть-чуть их ферментировали, то есть, они полежали. Слабо ферментировали. Но быстро вытащили на сушку почему-то. По вкусу сразу же это отличается. И фиолетовый боб, это вот неправильно. По вкусу это попробовать, он будет неприятно. То есть, из бобов надо вот ломанные всякие, тонкие, тощие, некачественные, все это убирать. До жарки. Правильно? Да. До жарки, конечно. Это вот прямо отсортировать. Много мусора может быть. Ну, это сейчас наговорим, слушай. Народ начнет с хвостики, ты выбирай оттуда. Ну, правильно. Я говорю, как у детей моторику можно развивать так. Не, ну, мне кажется, это как раз... Понимаешь, вот это, на самом деле, нужно в магазинах шоколада ручной работы прямо вот наперёд показать. Что мы выбираем из наших какао-бобов, мы выбираем все гвоздики. Вот это. Поэтому наш шоколад прекрасен, вкусен. Зародыш, ребят, зародыш, это называется зародыш. Да, хорошо, зародыш. Гвоздик. Зародыш. Зародыш у нас такое слово. Мы убираем вэлу. Главное, людей не напугать. Да. Это что-то гвозди, да? Ребята, если вы купили в шоколаде какао-бобы, бобао-какы, жарьте их обязательно. Не продавайте просто... А, нет, если вы продаёте сырые какао-бобы, клейте сюда наклейку. Обязательно пожарить. А то подхватите какую-нибудь чуму африканскую. Патеризовать можно как бы вот температурой 100 градусов, 80 градусов, ну как бы это сушка, да? Или пожарите. Они тогда убивают 99,9% микробов, бактерий, грибков. Только там самые крепкие грибки остаются живыми. Но это редкость уже совершенно. То есть вот такое сыроедание как бы бабовое, да? Которое сейчас, да, популяризирует сильно. Отлично. Там очень много антиоксидантов. 1600 единиц на 1 грамм – это просто феноменально много. Но когда мы пожарили, у нас осталось там где-то прибедительно 600-800 единиц. То есть примерно половина? Ну, чуть даже меньше половины. Но задумайтесь, в одном грамме. То есть я съем 5 грамм, 4 тысячи человеку нужно принять антиоксиданты. Три баба. Три баба съела, и вот ты всю уточную норму употребил антиоксиданты. Чистые сосуды. Всю жизнь. Жарим дальше? Не только сосуды. Жарим. То есть как правильно жарить какао-бобы? Ты уже знаешь, да, Сереж? Да. Ну так давай комментируй тогда, что делать-то нужно сначала. Разогреть духовку – это понятно. Взвесить, я так понимаю, да, нужно какао-бобы? Давай взвесим. 124 грамма весит чашка. Бобы весят 107 грамм. А для чего взвешиваете? Для того, чтобы влагу, да, потом еще раз поменять? Да. Весь из чашки 231. Запиши. 231. Запомни, да? 231. 231. Это мы жарим. Сейчас расскажу кого. Куба это. Нет, это не Куба. Это я приволок уже Индонезию. Нет, не Индонезию, это Венесуэла. Венесуэла. 231 Венесуэла. Вовку Терентьева хочешь поздравить, пока есть эта возможность? Володя Терентьев, мы поздравляем тебя с победой в отборочном туре World Chocolate Masters. World Chocolate Masters. Володя, покажи им. Кузькину мать. Где, да, зимуют. Достань свой шоколадный сандаль и стукни там в Париже, скажи. Я вам покажу сейчас Кузькину мать. Скажи, Боба. Russian Seduction. Так. Укладываем пополам. Пожарим. Или все? Все, все, все. А, на втором уровне мы выложим другие бабы. Мне, конечно, надо 300 минут попробовать. Температура? Да, градусов. Два уровня. И сколько? 9 минут было. Может быть 8. 8,5 минут. А это у нас... Кто это у нас? Мадагаскар это. Мадагаскар. Мадагаскар. Бери так же. Нет, это не Мадагаскар. Это Ява. Индонезия. А на самом деле какая разница? Ява это или Индонезия, или Мадагаскар, или Куба. Мы же бабао как и весь жарим. А нам важно узнать, как... 207 грамм. 207. Это на нижний противень. 2, 3, 1. 207. Все? Закрываем? Да. Так, что мы делаем? Если мы жарим в обычном духовом шкафу, то какой режим лучше выбирать? Воздух. 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 Воздух вот все. Только воздух. То есть никаких там грилей, тенов и прочее не надо. 170 градусов. Это вот именно конкретно надо сказать, что именно конкретно это вот духовка. Вот мы думаем, что там другая, там могут другие совсем. 170. И сколько минут ставим? Ну давай поставим 8-9 даже минут, а подумаем, что в 8 минут мы уже начнем вынимать. Начнем вынимать. Обычная, то есть духовка, обычная духовка с конвекцией, она более чем подходит. Разная мощность стоит там обычно. Все, поехали. Здесь конкретно вот именно у нее своя мощность. Нет, я к тому вопрос, что не нужно никаких специальных духовок покупать. То есть можно обычной приличной духовкой... Хорошо было бы, если воздух, который заходит, нагревался, проходил через бобы и выбрасывался снаружи. Так как влагу он носил бы с собой, это было бы замечательно. Но у кого такая есть... Печь. Печь. Нет такой печи. Значит, духовку то, что мы имеем. Да, значит, мы берем эту обычную духовку и у нее есть поток воздуха из нее выходит. Часть как бы влаги мы теряем. Ну, судя, потому что запах отсюда идет, да? Выходит. Можно, я думаю, что при жарке потом приноровиться открывать там, допустим, два раза печь, как бы выпускать. И до этого вот мы как-то пытаемся под конкретную духовку, вот этот Samsung, номер такой-то. Мощность у нее такая. Мы вот сейчас попробовали первый и пытаемся поймать теперь режим. И думаем, что 170 градусов помягче и 8-9 минут мы их будем жарить. Это, кстати, прервусь по поводу открытия духовки. Есть один такой секрет при выпекании макаронс, что в определенный момент нужно приоткрыть духовку, выпустить оттуда влагу и потом ее снова закрыть и допечь макаронс. Тогда они подсыхают лучше и не опадают после того, когда ты их достаешь. Здесь, в принципе, можно тем же способом пользоваться. Скоро у нас будет мастер-класс по макаронам, да? Пользуясь случаем, да? Пользуясь случаем, рекламируем. Ребята, скоро группа «Лан Ти Спун» проведет у нас мастер-класс по макаронам. Кто хочет, смотри. Ирина Кочерова будет проводить его. Да, да, да. Мы для нее духовку специально купили. А теперь печем в ней бобы, запекаем, жарим. Духовку у нас специально, видите, верхняя часть и нижняя часть могут отличаться по температуре. Их разделяет перегородка. У нас специальная толстая перегородка из керамического стекла. Два подноса можно поставить разную температуру. Можно поставить, например, внизу. Температуру увеличить на 5 градусов, предположим. Ну, сейчас вернем обратно, покажем, что все поставили, по-честному. А мы время сейчас что сделали? У нас обратный отсчет идет там, мы не разогрели. То есть как бы мы немного нарушаем то, что мы хотели сделать. Ну, чуть-чуть, да. Хотели разогреть? Ну, добавим пару минут. Ну, да. Как раз одна минута там есть. Нам прошло сколько минут уже? Две минуты и еще не разогрелось. То есть вот эти две точки горят. Ну, а мы сейчас посмотрим, да. Означают не набрал до 170 градусов. То есть мы варьируем сейчас. Думаю, да. Ну, это процесс творческий. То есть как бы ошибка здесь мягко налаживается. Ароматики мягко. Это не автор. Ну, когда мы жарим по 200 грамм, да, то есть можно приноровиться, а потом уже жарить там килограмм и так далее. Ну, когда килограмм будет, то все равно надо что-то время, наверное, больше. Время побольше уже. Каким образом проводить тесты во время жарки? То есть можно, например, раз открыли, достали боб, пошелушили, попробовали. Это обязательно. Как и в процессе. Вытаскивают, пробуют, шелушат. Это обязательно. Взял, достал, посмотрел. Но и оперометр им нужно. Ей нужно. То есть взял, померил поверхность бобов, и она может показывать там 140 градусов. Это не означает, что боб прогрет в такой температуре. Как мясо мы, да, жарим, так вот. Внутри может 60 градусов быть, а наружу там уже гораздо больше. То есть процесс вот идет. Жарят иногда вот так, как мы сейчас делаем в оболочке, иногда берут крошу и крупку уже прожаривать. Немного другой процесс, более быстротекущий, да, как бы крупка более мелкая. Больше уходит с ароматов, наверное, да? Ароматы, они всегда уходят. Но и кислоты тоже. Здесь всегда баланс. Потом мы же еще дальше вот это не просто пожарить, да, мы потом делаем шоколад. Попробовать здесь, а потом понять, какой будет шоколад вкус. Это очень такая интегральная, как бы, вещь. Это очень сложно. То есть нельзя вот здесь просто попробовать, а потом понять, какой у тебя шоколад будет. Какой будет шоколад, да? Это такая длинная дорога. Сто лет надо заниматься этим. Нет, я думаю, что это чувствительность вырабатывается достаточно быстро, потому что в любом случае, вот пробуешь просто сырые, они уже вкусные. Оп! Пять минут прошло. Прошло 4 минуты и потребовалось, поэтому добавим 2 минуты. Три. Давайте по три. Интересно, что мы специально для этого достали колумбийскую какао-кропку. Для этого эксперимента. Да? И колумбийская же какао тертая. И пришли к выводу, что бобы можно кушать как семечки, очень вкусные и так далее. Действительно интересный вкус. Тертая, насколько мы пришли к выводу, прожарена сильнее, больше режим жарки, оно горче, более горькое. Соответственно, эта вот горькость, она появилась из-за сильной прожарки. Это наше мнение, конечно. И вот эта крупка, она где-то средней, средней мягкой прожарки, она тоже вполне съедобная. В принципе, можно вот покупать крупку и работать с нее. Но бобы вкуснее. Однозначно. Какие вкуснее? Бобы? 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 Конечно. Я думаю, потому что еще обжарка свежая, как бы это очень важно. Потому что НИПС это ведь тоже были, когда только пришли, только открыли. Да, они были очень ароматные. А потом теряется, уходит аромат. Ну, не теряется, он потом должен, когда мы будем выстирать их, вот там он откроется опять. Да. Мы начинаем скрывать аромат, он внутри, он в клетке. Смотрите еще. Есть неразрушенные клетки еще. Интересный фактор. Вот Виктор подсказал, но мы его не включили в съемку еще. Есть бобы. Когда мы их открываем, они черные, смотрите. Внутри, да? То есть внутри боб вот такого темного цвета. Белый, это вам какао масло, скорее всего. Да, да, да. А вот бобы, есть такие, которые сверху черные. Но внутри они вот такие рыжие. Вот прямо рыжий цвет. Вот рыжий. По сравнению вот с этим вот совершенно черным изнутри. Так вот рыжие, это как раз указывает на то, что это креола. Крупная семечка. А вот это вот Тринитарио. Форестера у нас тут нет, к сожалению сравнивать не с чем. Да, с Африкой сравнить конечно. А Африка какая будет по цвету? Она будет темная. И на вкус она будет очень кислая и горькая. Неприятный на вкус. Расскав жаркий будет чувствоваться. И запах будет такой очень. Если мы хотим, если мы хотим подтверждение того, что у нас ароматически высокосортные бобы. Это значит, что внутри, собственно говоря, внутри самого боба цвет будет светлее. Попадаться будут бобы, которые будут такие немного рыжеватые. Да. Внутри вот. И вот у них действительно вкус таки совершенно не свойственный шоколаду. Ну и здесь тоже. Вот они же это. Здесь смесь, да. Тоже видно, что есть рыжие, есть темные. Ну это процесс жарки, ферментации. Здесь не так нельзя сказать, что... Как вот орешки, да? Обычные орешки. Обычные орешки. Да. В чем то, что продукт жирный, они очень ощущают, что... Сначала вешаем же поману, а потом... Да, нам нужно на весы. Время подошло. Пора доставать. Это кто у нас? Это верхний. По нулям же, да? Не-не-не-не. Нет? Верху не стояла поману. Два... Двести тридцать один, а все правильно. Ааа, горячо. Ну, мы совсем чуть-чуть потеряли. Двести двадцать семь. Сейчас посчитаем процент потеек. Ухлаждаем. Двести двадцать семь разлить на двести тридцать один. Ставим обратно. Вторая партия. Сколько там было? Двести двадцать двадцать один? Двести тридцать один было? Нет, а что? Остало двести двадцать двадцать семь. Двадцать двадцать. Вторые бобы. Имеют вес двести пять. А было? Было? Не знаю. Там Виктор записывал. Да, я тут скажу. Двести двадцать 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 двадцать. Так, ну мы потеряли Одно целое семь десятых процентов веса. Ну, то есть два фактически. Ну, фактически два. А там у нас было Было у нас Ява двести семь грамм. А стало? Двести пять. Двести один. Двести один? Двести один и пять, да. Да. То есть потеряли пять грамм на двести синий? Горячее они, прям горячий-горячий. Здесь, конечно, уже под... Ну, девяносто девять градусов. Я думаю, если поверхность девяносто девять, внутри точно сто. С лишним. Здесь девяносто девять. Двадцать шесть десятых сотых процентов. То есть мы... Потеряли два и два десятых процента. Два и два. Два и два десятых. То есть, да, после сотни. Потеряли два с половиной процента. Здесь почти... Один и... Ну, около двух. Ну, тоже около двух, да. Вот. То есть, по сути, были сухие. То есть, я бы сейчас подумал следующее сделать. Взять температуру чуть до ней и больше времени. Да, и мы обсуждали, что на самом деле существует еще такая идея, если поставить точный контроль температуры с конвекцией, да, с удалением части горячего воздуха постоянным прогревом, то можно сушить длительное время, но на температуре, к которой мы стремимся прогреть боб до 105 градусов, это значит, что мы делаем воздух 105, и любое по количеству время прогоняем это дело. При этом испаряются эфиры, к сожалению, полезные тоже. Теремия хорошая и плохая. Ну что, давай подытожим тогда. То есть, какого бобы жарить можно дома, имея просто приличную духовку с конвекцией. Это тезис номер раз. Тезис номер два. Не бойтесь экспериментировать. Надо жарить разные бобы на разных режимах, стараться не перегревать их больше 110 градусов. 110 и дальше, до 160, да, как писали там, доводить, это уже температуры, которые будут губить вкус. Да. И самое главное, все записывать, чтобы можно было анализировать все свои эксперименты. Я уверен, что очень быстро, вот таким экспериментом, очень быстро опыт сразу же придет. В жарке. Ощущение по рукам, когда уже взял? По рукам по вкусу, это вот быстро. То есть, не надо там долго мучиться, бояться этого дела. Буквально вот такие небольшие дозы и начинается ощущение поймал. Дальше нужно понимать, что бобы даже попробуешь, да, это ничего, в общем, по большому счету не скажет. Потому что надо его превратить еще в конечный шоколад. Да. И цель, которую говорит мастер, он думает, такой же он шоколад хочет в итоге сделать. И нужно думать не просто там какую температуру бобов и так далее. Так не бывает. Я хочу сделать молочный, значит, мне нужно для этого такой более мягкий вкус, который такой, если я делаю горький, я хочу сделать его вот таким более острым, значит, не то-то, то-то она больше пожает температурой вечно. То есть, эта функция все-таки не просто какой-то сама по себе, вот бобы надо пожать по какому-то определенному рецепту, а всегда это какую-то цель преследует. Дворческий процесс. Да, обязательно. Первичная цель – это все-таки их высушить, чтобы влага у нее была 2% плюс-минус 1%. Вторая, как бы, чтобы они все-таки вот этот вкус, ну, какой конечный, можно температуру побольше сделать и будет более такой жареный. Помягче будет более, если хорошие бобы, например, кубок, он очень много фруктового, такого оттенка приятного, хлебные такие запахи. Все эти бобы разные очень. Африканские они жесткие будут, как бы, я так могу сказать. Гана, Кот Девуар. Гана, Девуар, да. Они жестковаты. Это простая лософия. Ну, а третий тезис – это хорошо нужно чистить и отбирать какао-бобы, да, вот зародыши, они же гвоздики, вэлу, зародыши. Предварительная чистка – это все влияет. То есть, чем больше мусора попадет в меланжер, в мельницу, тем хуже будет шоколад, несмотря на то, что мы там все… Но потом, в итоге, ощущения во рту не было, вот могут попадать кусочки вэлы, кусочки зародыша, они очень трудно стираются. И когда мы даже шоколад измельчили до очень тонкого состояния, на его фоне будут находиться вэлы и зародыши. И вот, Дим, ты же сделал, пробовал, и говоришь, что у них были крупины. Да, да, да. Прежде всего, это была Вэлла и зародыши. Они-то измельчили хорошо, но надо было, вот я говорю, профильтровать. Вот через сито, оно называется Меж 200, продается дешевое сито, в общем-то, легко покупают. Надо съездить парням помочь шоколад-то готовить. Съездить, научить их. Да, да, да. А многие не знают их, как и есть. Не понимаю. Просто это так, как бы случайно, процесс узнавания. Ага. Ну чего, все на этом? Ну да. Ну все тогда. Я считаю, что первая ласточка есть про какао-бобы. Шоколадная сегодня, кстати, пятница. Да. Мы немножко занавес, да, так приоткрыли в мир какао-бобов. Я думаю, дальше будем тему развивать. Ну мы сами, как Буратино, слушай, суем нос прямо за занавес. Ну так интересно же. Ну у меланжора появится, во-первых, совсем интересно. Да? Слушай, ну все, то есть следующее видео это уже с меланжором. То есть мы уже не жарим бобы, мы уже берем то, что нажарили. Мы, как это, скурпулезно. Да. Скурпулезно, все. Уберем лишние зародыши, недоразвитых, ИВЛУ. Семьдесят два часа будем снимать. Да. И потом, да, на семьдесят два часа как бы включим камеру. Готово. Ютуб через два часа там, как у них? Места хватит там на Ютубе, нет? И все, и на меланжорчик. Попробуем уже в следующем видео, видимо, шоколад приготовить. Все тогда, да? На сегодня. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Всем спасибо. Всего доброго.